МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Началась история телерадиокомпании Щелкова в 1991 году. 25 октября решением исполкома Щелковского городского совета народных депутатов была создана Щелковская редакция телевидения и радиовещания. Два корреспондента, два оператора и инженер видеомонтажа занимались производством программы новостей «События недели», выходившей в эфир по кабельной сети всего лишь раз в неделю. Свою эфирную чистоту компания получила в августе 1998 года. Раз, два, три. Сообщение для истории. 19.25. Около часа Щелковское телевидение уже в эфире. Уже замочек заключил. Одной из первых на 41-м дециметровом канале вышла в эфир программа «Диалог», хорошо знакомая жителям нашего района и сегодня. Уже тогда она делала власть открытой для населения, давая людям возможность напрямую общаться с руководством органов местного самоуправления. Вслед за ней появились и другие передачи. Историческим для Щелковского ТВ стал день района 2002 года. Именно тогда мы провели первую прямую трансляцию, без которой сегодня не обходятся значимые события. В 2005 году была проведена реорганизация. Мы стали открытым акционерным обществом. В 2010 руководство района приняло решение о присоединении к ТРК «Щелково» предприятия «Щелков Телеком», которое обслуживает антенные хозяйства и сети кабельного телевидения в районе. Приоритетными задачами объединенного предприятия стали модернизация и расширение возможностей существующей телевизионной кабельной сети. Тогда она представляла собой морально и физически устаревшее оборудование. За последние пять лет ситуацию удалось изменить в корне. Все основные магистрали заменили на оптоволокно. Кроме того, обеспечили возможность сопряжения с цифровыми сетями общего пользования. В результате сегодня кабельной сетью охвачен практически весь многоэтажный жилой фонд на территории Щелковского района. Это более 36 тысяч абонентов, которые теперь имеют возможность смотреть любимые телеканалы в хорошем качестве. В том числе и щелковское телевидение. Если нет в доме воды, люди ждут, что ЖКО сделает. Нет света, электрики придут и делают. Они это уже люди спокойные. А вот если нет телевидения, это трагедия. Сегодня все наши программы можно посмотреть на отдельном кабельном канале, который вещает 18 часов в сутки. Так, к 25-летнему юбилею мы подошли с весомыми достижениями. За последние годы ТРК Щелкова выпустила сразу несколько авторских проектов на самые разные темы. Музыкальный инстинкт, дело житейское, такие разные люди, здоровом теле, культурный контекст, диалог о православии. Все они отражают различные сферы жизни нашего района. Ну а знакомые всем программы выходят в совершенно новом формате. За последние несколько лет увеличилось и количество фильмов собственного производства. Творческий потенциал сотрудники телекомпании стараются реализовывать на все 100. Все наши проекты совершенно разной направленности. И каждый из них нужно как-то выделить. Стараемся, ищем новые подходы, используем какие-то новые творческие приемы, чтобы у каждой программы было свое уникальное, интересное для зрителя лицо. Но, конечно, наша основная задача – информировать людей о ключевых новостях в районе. Главная информационная программа Щелковского телевидения – это события. Если еще пять лет назад новые выпуски выходили два раза в неделю, то сегодня мы рассказываем нашим зрителям о значимых мероприятиях практически ежедневно. Сами выпуски стали также более информационно насыщенными. Наша главная задача – информировать людей. Здесь дело не только в сообщениях каких-то фактов или событий. Когда видишь, что твой материал смог кому-то помочь, то понимаешь, что ты работаешь не зря. На первый взгляд может показаться, что производство новостных и авторских программ, работа с абонентами и оборудованием – это несложно. Но за тем, что зрители видят на экране, стоит труд многих специалистов. Корреспонденты, монтажеры, операторы, эфирщики, инженеры и радиомонтеры понимают, что от каждого из них зависит, какой материал наши зрители увидят в эфире. Мы стараемся, чтобы все наши материалы были интересны телезрителю и, самое главное, они были качественными. ТРК «Щелково» – большой, слаженно работающий механизм, где каждая деталь на своем месте. А в этом году в нашем коллективе прибыло. Теперь телерадиокомпания «Щелково» полностью оправдывает свое название. С 1 января к нам присоединили «Щелковскую редакцию радиовещания». Радийщики быстро влились в наш дружный коллектив и уже стали его неотъемлемой частью. С переходом «Щелковского радио» в коллектив телерадиокомпании «Щелково» конечно же выиграли как телезрители, так и слушатели программы стали интереснее, разнообразнее. Мы стали успевать больше освещать мероприятий. Чтобы быть ближе к зрителям, мы осваиваем интернет-пространство, развиваем сайты и личные аккаунты в социальных сетях. К тому же организовали онлайн-вещание. Ну а все, что мы производим, мы бережно храним. Гордость «Щелковского телевидения» – видеоархив. Сегодня все, что происходило в «Щелковском районе» 5-10, а то и 20 лет назад, можно найти за считанные минуты. Если раньше мы хранили наш видеоархив на кассетах, вот таких, а потом вот таких, то сегодня все заменяет один вот этот компактный шкафчик. А все благодаря уникальному программному обеспечению архива, который тоже, кстати, придумали наши сотрудники. Еще одним нашим достижением мы можем назвать тесное взаимодействие с ведущими предприятиями района. С одним из крупнейших спутниковых операторов компании «Газпром Космические системы» нас связывает многолетнее сотрудничество и крепкая дружба, которые позволили в буквальном смысле расширить географию телеканала. Благодаря нашим стратегическим партнерам сегодня «Щелковское телевидение» доступно в любой точке России. Расширяется не только зона вещания, но и география работы наших съемочных групп. Уже традиционными стали репортажи об участии компании «Газпром Космические системы» в международных телекоммуникационных выставках. Весной мы рассказывали об участии спутникового оператора в масштабной экспозиции в Дубае, осенью в Амстердаме. Также сотрудники вели съемки на космодроме Байконур, где состоялся запуск спутника «Ямал-401». Ну что ж, поехали! Это уже какой-то плюс в плане твоего даже личного развития, что ты видишь там другие страны, еще что-то. Ну и ты работаешь вот в такой, возможно, незнакомой для себя среде. Этим территория работы наших съемочных групп не ограничивается. Создавая материалы о городах-побратимах в рамках проекта «Дружба без границ», наши сотрудники ездят в командировки в разные города России и за рубеж. Феодосию, Хемер, Талси, Лохью и другие. Также в составе делегации Щелковского района мы побывали на подшефном большом противологичном корабле вице-адмирал Кулаков. Кроме того, наши коллеги уже, можно сказать, регулярно оказывают компании «Газпром Космические системы» содействие в проведении телемостов в интересах членов правительства Российской Федерации. Также мы ведем плотное сотрудничество с такими предприятиями, как «Еврокабель», «Еврохем», «Петроликс», «Электрика», «Транспортная компания 71144» и многими другими. Работу журналистов Щелковского телевидения высоко оценивают профессионалы журналистики. Мы громко заявили о себе на многих конкурсах профессионального мастерства. Последние несколько лет принесли целый урожай наград. Наши сотрудники одерживали победы и занимали призовые места на фестивале телекомпании Московской области «Братина». В 2012 году Лилия Тимеева выиграла конкурс в номинации «Лучшая телеведущая», а в 2016 мы стали победителями в номинации «Телерепортаж с колес». Дважды получали одну из самых значимых наград в области региональной журналистики – премию имени Виктора Мельникова за развитие СМИ и проект «Такие разные люди». Цикл передач отмечен также дипломом на фестивале «Вся Россия». Во многом благодаря тому, что программа рассказывает о жизни выдающихся людей, таких как Леонид Рошаль, Владислав Третьяк, Александр Адабашьян, Алексей Леонов и многих других. Проект уникален еще и тем, что биография героев, порой всемирно известных, отражена через призму связи со Щелковской землей. Общаться с ними – это для любого человека, не просто для журналиста, а для человека – это удовольствие. И это все равно, чтобы прочитать книгу, только не просто ее прочитать, а вот общаться с героем этой книги. В центре внимания оказывались и наши спортивные программы и специальные проекты. На «Журналиаде» в 2015 году «Союз журналистов Подмосковья» наградил дипломом ведущую Юлию Столярову за первое место в номинации «Лучшая телепередача» открытого журналистского конкурса «Спортивная Подмосковья». А проект «Выход есть» в этом году был отмечен бронзовым дипломом Международного кинофорума «Золотой Витязь». Все наши проекты уже реализованы, и те, что мы только планируем создать, учтены в концепции развития телерадиокомпании на ближайшие три года. Она включает в себя и творческую, и техническую части. Так в планах построить современную главную станцию кабельного телевидения с широким спектром услуг. Это позволит нам повысить надежность вещания. Кроме того, позволит нам самостоятельно формировать контент телевизионных каналов и обеспечить в будущем перспективе видео по запросу, когда мы будем формировать пакеты не так, как нам захочется, а как просят или как хотят абоненты. Однако те перемены, которых удалось добиться, не окончательный результат, а лишь очередная ступенька длинной лестницы побед и достижений. Для того, чтобы наши зрители имели возможность владеть еще более полной картиной жизни Щелковского района, на достигнутом останавливаться не собираемся. Так мы планируем увеличить количество программ собственного производства, расширить площади ТРК Щелкова для создания новых студий и рабочих мест. В условиях жесткой конкуренции и борьбы за каждого телезрителя телерадиокомпания Щелкова стремится улучшать качество и телевизионной продукции, и обслуживание абонентов. Так что главное остается неизменным – это любовь к зрителям. Телевидение в первую очередь работает для людей, и это тот принцип, которому мы будем следовать всегда. Субтитры создавал DimaTorzok